Добрый вечер. Нам пришлось серьезно поработать в этот осенний вечер, чтобы вырвать победу. Команда молодцы, все ребята молодцы, хорошо отреагировали. Соперник играл очень быстро, быстрые ребята. Хорошо катаются, были очень заряжены, хорошо мотивированная команда Сочи. Важная победа для нас. Работаем дальше, у нас очень важна следующая игра, поэтому готовим к следующей игре. Нам есть о чем работать. Спасибо большое. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Роман Борисович, добрый вечер. По поводу серьезно поработать, когда первая команда встречается с последней, все-таки это в голове очень сильно, наверное, сидит и тренером приходится доставать мотивацию из игроков. Ну да, наши нужные слова. Ребята молодцы, отреагировали после второго периода. Был серьезный разговор о раздевалке. Все команды сильные, мы не смотрим в турнирную таблицу. Это одна игра. Серьезная схватка была сегодня. Сменился тренерский штаб в хоккейном клубе Сочи. Всегда, когда меняется главный тренер, команда всегда показывает лучшую игру. Ребята очень старались. Вратарь очень хорошо, третяк играл. Поэтому нам пришлось серьезно поработать, чтобы преодолеть сложности на будущее. Это важная для нас игра. Такая кость-кость, стык-стык. Борьба на каждом сантиметре, миллиметре льда. Поэтому мы не смотрим в турнирную таблицу. Мы готовимся к следующей игре. В Сочи немало ребят, которые из системы СК вышли. И чувствуется, что они себя особенно проявляют в игре со своим альбоматором, скажем так. Ну знаете, в нашей системе СК много игроков в целом, во многих командах. И мы этим гордимся, что у нас много сильных игроков. Мы готовим, развиваем, работаем постоянно над этим, чтобы игроки развивались. Конечно, каждая команда против нас выходит и играет свою лучшую игру. Каждая команда. И команда Сочи не исключение. Они сыграли сегодня два периода. Нам пришлось включить максимальные скорости, форсаж, чтобы выиграть эту игру. И это важно было для нас, чтобы мы показали нашу лучшую игру перед нашими болельщиками. Мы обязаны побеждать дома, радовать наших болельщиков. Были серьезные переостановки в звеньях после двух периодов. Практически все звенья поменяли. Хорошо ребята отреагировали, вырвали победу. Но в это же время были ошибки. Разберем ошибки, посмотрим видео, проведем собрание. У нас все только начинается. Установили рекорд сегодня. Никита Гусев стал лучшим бомбардером в истории клуба. Это тоже для нас очень важно. Мы поздравляем Никиту. Это командная работа. Но в это же время мы смотрим вперед. И мы хотим добиться больших успехов все вместе. И эту страницу мы перевернули. Готовимся к следующей игре. В продолжении темы Гусева. Его рекорд обогнал Илью Ковальчука. Может стоит вернуть Илью, чтобы усилить внутреннюю конкуренцию в команде? Ну там же много рекордсменов в этом списке. Великие игроки все. Всему свое время. И сейчас у нас есть команда, на которую мы рассчитываем. И это как бы следующая игра. И этот сезон это для нас самое важное сейчас. И без прошлого нет будущего. Мы всех поздравляем. И Илью Ковальчука поздравляем. И всех, кто находится в этом списке бомбардиров. Это наше все. Это наш фундамент. Это ребята, которые отдавали от матча к матчу все ради команды. И это дает нам возможность развиваться и готовиться дальше. Но в это же время мы смотрим вперед. Мы смотрим и думаем только о следующей игре. То есть для нас важна следующая игра. Мы готовимся. У нас серьезный очень график в ноябре. Мы вылетаем потом на Дальний Восток. Перелеты, игры через день. И многих наших ребят вызвали на матч звезд. И больше всех, чем из остальных клубов. Тоже вот такой для нас момент. Потому что хотелось бы, конечно, чтобы вызывали равное количество игроков из каждого клуба. Чтобы все были в равных условиях. Потому что здесь же идет очень большая нагрузка игры через день. И эмоциональная нагрузка очень серьезная. Потом это здесь надо очень все хорошо рассчитывать на все. Но я думаю, что мы с лигой переговорим, обсудим, как нам лучше подойти к этому. Чтобы наши ребята были в обоиме. Потому что там еще Кубок Первого канала сразу. Очень важные матчи. И потом через день игры. То есть у нас воскресенье заканчивается Кубок Первого канала. Потом у нас Витязь. У нас там и ЦСКА идет. Мы смотрим график. И мы хотим, конечно, к каждой игре готовиться и показывать лучший хоккей. Главное, без травм. Потому что очень много травм сейчас у нас. И, конечно, мы работаем. Наш медицинский штаб работает. Мы всех восстанавливаем. Надеемся, что все вернутся в ближайшее время. Но в это же время, конечно, хотим быть сильными. И хотим, чтобы все наши игроки были здоровы. И без травм прошли этот сезон. Для нас это очень важно. Поэтому мы работаем для того, чтобы каждый наш игрок чувствовал себя хорошо. И в психологическом плане, и в физическом плане. И возвращаясь опять к фигуре Гусева. Как вы вообще оцените его дебют сегодня? Потому что поначалу было видно, что по пустым воротам не попадал. Там где-то шайба с крюка сходила. Потом вроде покатился и два очка набрал. Как в целом его дебют оцените? Ну, мы придерживаем наших принципов. Знаете, мы смотрим на команду. Команда выиграла. Значит, все было правильно сделано. Когда есть голевые моменты у игрока, это уже хорошо. Дальше реализация голевых моментов. Поэтому, конечно, мы все рассчитываем на каждого нашего игрока. Что каждый наш игрок реализует каждый свой голевый момент. Будем к этому стремиться. Это касается Никиты Гусева и всех остальных наших игроков. Это мы отрабатываем на тренировках. Мы над этим работаем. Наш ТСК-штаб работает. Мы подвискиваем упражнения для того, чтобы нам реализовывать наши голевые моменты. Это как раз-таки та важная деталь, где нам нужно добавить. В этом будем добавлять. И добавим в обороне, в игре в обороне. То есть будем меньше пропускать, помогать воротарю, ловить шайбу на себя. И будем работать. Нет предела совершенству. У нас впереди очень много работы. Продолжаем работать. Доверились сегодня сыграть юному Демидову. Это такая практика. Вы ему именно в матче с аутсайдером или он может и в других матчах выходить? И второй вопрос сразу. Вот если бы Гусев сделал хитрик, хватило бы футболок? Хватило ли футболок? А, если бы он сделал хитрик, тогда бы мы что им придумали бы. Мы в этом смысле креативны. У нас ребята все готовы. И я думаю, что все впереди. Все впереди. Это учтем в нашей работе. А Иван Демидов молодец. Он очень хорошо развивается. Работает постоянно с собой. Мы это видим. Следим за всеми нашими игроками по всей системе. Смотрим нарезки всех игроков нашей системы. Изучаем каждого игрока. Он заслужил своей работой. Сегодня сыграть на 100%. Заслужил. Отлично вышел. Помог команде победить. Поэтому каждый наш молодой игрок понимает, в чем нужно добавить. Мы с Иваном переговорили, обсудили план индивидуальный. Как он может добавить. Как ему лучше тренироваться. В чем добавлять. В первую очередь, конечно, для молодых игроков это очень важно. Развивать физическое свое состояние. Чтобы они могли на равных играть. С лучшими игроками КХЛ. И выходить против любой команды. Против ЦСКА, против Ярославского локомотива. Против Динамо. Против магнитного русского металлурга. Против Акбарса. Против самых сильных команд. Для этого, конечно, нужно физически быть в первую очередь готовыми. Ну, понятно, и психологически. Но Иван, он на 100% готов психологически. Вы видите, как он здорово играет. Проявляет свои лучшие качества в молодежке. И сейчас будем работать для того, чтобы Иван и наши все остальные молодые игроки. У нас много хороших молодых игроков. Мы обращаем на них отдельное внимание. С каждым работаем индивидуально. Все наши тренеры работают вместе. У нас единая система. И на сегодняшний день Иван полностью служил сыграть в сегодняшней игре. И рассчитан на него в будущем. Роман Борисович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли назвать игру СКА этого сезона спортивным феноменом, когда команда, не располагающая привычным количеством звезд, выдает показатели, которые сопоставимы со звездным СКА прошлых лет и даже превосходит их? Или все закономерно, все по плану? Ну, очень интересный вопрос. Знаете, нет предела совершенству. И мы будем работать тем, чтобы, да, эту команду мы видели. Каждая играет, наша команда играла все лучше и лучше. Это огромная работа. Это огромная работа. Но я думаю, рано говорить про феномен. Здесь работа и дисциплина. Ребята молодцы. То есть мы прошли огромный путь. То есть та работа, которую мы проделали сначала с первой тренировки, с первого сбора в Новогорске, это огромный объем работы. Это огромный объем работы каждого игрока. Это и каждого тренера, и каждого игрока, нашей всей команды, персонала, всех. Это серьезный подход. Но здесь нет секретов. Это работа и дисциплина. Поэтому мы продолжаем. Мы, конечно, очень рады. На сегодняшний день мы, конечно, понимаем, что мы показываем те вещи, которые нам надо показывать. Например, сегодня. Два периода мы не были феноменом. То есть феномен может быть разный. Но поэтому надо добавлять. То есть все 60 минут нам нужно показывать лучшую свою игру. Все 60 минут. От первой секунды до последней секунды игры. И поэтому у нас очень много работы впереди. Но мы благодарны болельщикам, благодарны журналистам, которые освещают наши матчи, видят, что мы стараемся, мы работаем. И мы показываем яркий хоккей. Мы много забиваем, мало пропускаем. Как мы говорим, железобетонная оборона, яркая игра в атаке. И на самом деле мы показывали, вот вчера с Никитой Гусевым было собрание у нас по тактике. Мы вспомнили наше первое собрание. У нас осталось видео. Показывали это видео Никите Гусеву. Мы прошлись по всей системе детально после пресс-конференции. И там был такой клип интересный. Мы показали игру Барселоны. Как Барселона во времена Гвардиолы. Как они играли. В короткий пас. Все вместе. Такой тотальный футбол. И нет предела совершенству. Поэтому мы хотим показывать все лучшее, что есть. И берем с лучших пример. С лучших команд футбольных. С лучших команд хоккейных. Конечно мы смотрим НХЛ, изучаем упражнения, изучаем, смотрим на победителей, следим за разными командами, за разными хоккеистами. Потому что мы в этом смысле максималисты. То есть мы хотим своей работой доказать, что мы можем в России показывать не хуже хоккей, чем показывает Колорадо в НХЛ или Тампа-Бэй. Не хуже. Мы можем развивать наших игроков за счет огромного объема работы. Правильной работы. Да, мы работаем круглосуточно, но с головой. То есть с головой работаем. Чтобы все было правильно. Поэтому продолжаем работать. Секретов нет. Это работа и дисциплина. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.